Согласование дальнейших действий в административной реформе. Сегодня губернатор Игорь Кошин провел первую рабочую встречу с депутатами вновь избранного городского совета. За два часа удалось обсудить широкий круг вопросов. Законодателей волнует практическая сторона передачи полномочий от города к округу. На встрече присутствовали член Совета Федерации от собрания депутатов Евгений Алексеев, мэр города Наринмара Татьяна Федорова и председатель городского совета Ольга Старостина. За круглым столом еще раз обговорили те полномочия, которые остаются в городе в 2015 году. Это полигон ТБО и образование. Дороги будут эксплуатироваться в зависимости от принадлежности. Региональные перейдут в округ, муниципальные останутся в городе. Вот этот 95-й закон, он в принципе отвечает необходимости на нашей огромной территории, но при совершенно небольшом количестве людей выстроить нормальную и эффективную работу управления. Потому что вот то обилие чиновников, с которыми нужно согласовывать, разговаривать, убеждать, оно не нужно. Значит, чем прямее путь от принятого решения для его исполнения, тем лучше. С своей стороны глава города отметила важность управленческой реформы и принятие совместных решений. В выстраивании отношений очень нужна прозрачность. В выстраивании наших отношений очень нужна честность. В выстраивании отношений нужна объективность. Если мы эти элементарные принципы будем соблюдать, и все у нас с вами будет в порядке. В ходе круглого стола Игорь Кошин не раз отмечал, что все преобразования должны быть на благо жителей округа. Для этого руководство города, Заполярного района и округа должны помогать друг другу. Есть проблемы и с законодательством, есть проблемы и с подрядчиком, есть проблемы в управленческой схеме принятия управленческих решений. Поэтому вот тот наш принцип, который мы предложили изначально муниципалам о том, что каждый будет заниматься своим делом, каждый будет жить по своей доходной базе и, соответственно, выполнять полномочия с тем, чтобы были финансовые ресурсы на исполнение этих полномочий. Вот мы все еще год делаем переходный этап, смотрим, что у нас получается. Если у нас будут какие-то сложности, я не исключаю возможности продления этого срока. Будем смотреть, как мы будем работать.